Владимир Сметанин Это Артем Сметанин, член Совета Адвокатской палаты Кировской области. Артем, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Давайте начнем с азов, да, с таких уже базовых понятий. В чем же заключается суть бесплатной юридической помощи? Еще раз нужно, я думаю, напомнить уже далее. Перейдем к тому, каким категориям она полагается, какие специалисты оказывают эту помощь. Марина Николаевна. Добрый день, Владимир. Кировской области с Адвокатской палатой Кировской области заключено соглашение, и адвокаты нашей палаты оказывают помощь по государственной системе, оказание бесплатной юридической помощи. Для тех, кто к нам обращается, это абсолютно бесплатная помощь. А адвокатам из бюджета областного компенсация идет расходов. Конечно, суммы там очень скромные, но тем не менее, работа эта вот в рамках государственной системы не бесплатная. Но если говорить о том, насколько у нас это организована бесплатная помощь, у нас заключено соглашение из ФСИН Кировской области на оказание бесплатной юридической помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Мы раз в квартал их консультируем. Вот в связи с пандемией была приостановлена эта помощь, но сейчас она будет возобновляться. Заключено соглашение с приемной президента Кировской области, с управомоченным по правам человека, управомоченным по правам предпринимателей, с МФЦ. Мы с 2014 года работаем по оказанию бесплатной помощи по всей области, где дежурства организованы. То есть прямо в МФЦ присутствуют специалисты, адвокаты. Там нужно узнавать просто график дежурства, когда они там, и можно записаться на прием, так же, как в обычной системе МФЦ. И адвокат проконсультирует. Если нужна будет дополнительная какая-то помощь, то тогда уже будут договариваться, адвокат примет у себя в офисе и продолжит эту работу, если надо писать исковое заявление, если надо сопровождать в суде и так далее. В общем, работа довольно интенсивно ведется. Работа у нас очень активна. У нас было совещание с Минюстом по Приволжскому федеральному округу. У нас палата занимает второе место по Приволжскому округу. За прошлый год у нас оказано 5183 в случае оказания бесплатной юридической помощи. Но вот если честно, я считаю, что мы первые, потому что на первом месте Нижегородская, у них 1300 адвокатов, у нас 400. Исходя из количественного соотношения, все-таки получается, что... В три раза меньше. Да. Три с лишним даже. А у них 8000 оказания бесплатной помощи. То есть по соотношению количества адвокатов, которые оказывают и сколько случаев оказано, то получается, что Кировская область все-таки впереди. И на третьем месте Саратовская палата, где тоже 1300 адвокатов. То есть вот мы как бы все-таки из маленьких палат лидируем в плане оказания бесплатной юридической помощи. Но перед нами стоит задача расширения, увеличения специалистов, которые оказывают помощь. Или это достаточно? У нас ведь допуск жесткий к тому, чтобы оказывали бесплатную помощь. Вот мы уже переходим к тому, какие требования, да? Да, во-первых, мы, во-первых, обязательно подтверждает адвокат учебу. У нас повышение квалификации для адвокатов, у которых стаж до трех лет 40 часов в год должны подтвердить. А адвокатов, у кого свыше трех лет, 30 часов в год. Это обязательная программа, мы за это наказываем, если адвокаты не учатся. Но, как правило, вот те, кто у нас на хорошем счету и кто оказывает активную помощь, они учатся. И не только вот эти вот норму выполняют, у них всегда как бы перевыполнена норма. Потому что у нас интересные лекторы, Москва у нас организовывает вебинары. А, то есть дистанционно, да? Можно даже дистанционно. Причем, если раньше зачитывали нас обучение только, которое идет на неделе, то сейчас можно и в субботу подключиться. Если ты на неделе не подключился и не успел, то в субботу можно прослушать только свой номер регистрационный, указать. И тебе эти часы тоже в счет повышения квалификации засчитывают. Плюс у нас не должно быть дисциплинарки за некачественно оказанную помощь. И плюс у нас должны быть отплачены все отчисления на содержание своего адвокатского образования, адвокатской палаты, чтобы не было никаких долгов. Вот эти три обязательных условия, после чего адвокат может быть допущен к оказанию бесплатной юридической помощи. Желание-то самого адвоката учитывается. Конечно, 292. Никого не принуждаете? Нет, у нас наоборот в этом плане в очередь стоят. Потому что регион не очень обеспеченный, и особенно по уголовным делам в районах. И вообще там основной источник доходов – это оказание бесплатной юридической помощи по уголовным, по гражданским. Из этого у них состоит, в общем-то, их доход. Поэтому здесь-то в этом плане нет. Нет, у нас вот из 400 – 292 в этом списке. Если в Москве, в Московской области 7,5 тысяч, и из них там где-то 160 только участвуют в оказании бесплатной, то понимаете, какое соотношение? И у нас 400 и 292 – те, кто реально работают. Что дает адвокатам вот этот опыт бесплатной юридической помощи? Это действительно накопление знаний необходимых, то есть наработка этого опыта? А вы знаете, у нас в этом реестре все. Не только начинающие. И здесь у нас просто по кодексу профетики мы обязаны оказывать эту помощь как бесплатную юридическую, так и то, что мы делаем по соглашениям на одном уровне. То есть требования абсолютно одинаковые. И поэтому, если где-то адвокат недорабатывает по назначению, считая, что деньги не платит, ведь доверитель, поэтому можно, так сказать, спустя рукава поработать. Если эта информация приходит и приходят жалобы от доверителя, то адвокат за это будет наказан. А как вообще отслеживается качество работы адвоката? Ну, мы не ведем, конечно, такую практику, как Нижегородская палата. Они, значит, все досьеи требуют у адвокатов, чтобы они были как бы в наличии эти производства. Хотя мы тоже... То есть перепроверяют прямо, да? Да, мы рекомендуем тоже. Но плюс Николай Дмитриевич там требует еще, чтобы третий договор был как бы в коллегии адвокатов. Я вот считаю, что это излишне. Во-первых, мы нарушаем статью 8 у нас адвокатская тайна. Все, что касается доверителя, то есть договор должен быть у адвоката и у доверителя. Все, больше никаких лиц. Больше никаких. Больше никаких. У нас только мы, как налоговый агент, имеем право получить от них квитанции, по которым они принимали деньги, налоги удержать. И, соответственно, остатки им начислить зарплаты не скажешь, потому что это у нас гонорары, у нас нетрудовые отношения, а отношения, основанные на членстве. Поэтому в этом плане да. И если появляются жалобы, мы тоже, конечно, разбираемся. Потому что зачастую жалобы необоснованные. Вот за 2021 год, по 2022 у меня пока нет информации, в Минюст поступило 8 жалоб на адвокатов о том, что они оказали якобы некачественную помощь именно по назначению. И когда Минюст проверила, оказалось, что все эти 8 необоснованные жалобы. То есть это не наша статистика, что мы там себя хотим сделать мягкими, белыми, пушистыми, а это орган, который ведет реестр адвокатских палатов, которые, в общем-то, нас курируют, участвуют у нас в Валиф комиссии. Поэтому это, в общем-то, я считаю, объективные данные. И вот поскольку вот такая статистика, ну и, как правило, у нас, если возникают жалобы, мы тоже разбираемся всегда объективно. Поэтому вот некачественные помощи. Бывают, конечно, отказы, но чаще всего почему-то не спрашивают ни фамилию адвоката, а потом, я говорю, я кого должна выяснять, кто вам отказал в помощи. Потому что, во-первых, не все у нас в реестре из 400, кто-то действительно может и не оказывают. А если тот, кто должен оказать и отказал, но фамилия неизвестна, мы тоже не можем разобраться. Поэтому обязательно, когда гражданин обращается за бесплатной помощью, потому что у нас и в офисах адвокатских образований тоже организован график дежурств, когда принимают по бесплатной помощи. Вот если кто-то отказывает, значит, надо обязательно спрашивать фамилию адвоката, чтобы мы могли потом выяснить, по какой причине был отказ. Ну, я думаю, что пора перейти уже к конкретным категориям жителей, которые могут претендовать на бесплатную юридическую помощь. Кто может за ней обратиться? Я думаю, что Артему пора подключать к нашей беседе. Да, но тут следует отметить, что категория очень широкая. И действительно, законодатель, как и федеральный, так и региональный наш кировский предусмотрел, в том числе с участием и адвокатской палаты Кировской области, и лично президента палаты, достаточно широкий пласт тех лиц, тех граждан, которые имеют право на ее получение. То есть, охватив вообще все, можно сказать, категории. То есть, разумеется, мы к данной категории относим инвалидов первой и второй группы, и детей инвалидов, и детей-сирот, и лиц, чей средний душевой доход, соответственно, низкий. И граждан, признанных недееспособными, и, соответственно, участников долевого строительства, в том числе от пострадавших, как вы знаете, что достаточно в Кировской области много тоже бывает ситуаций с долевым участием в строительстве. Граждан предпенсионного возраста, вот буквально в 23-м году дополнено было этим положением. Ну и, разумеется, сейчас на пике ситуации общероссийской, это, разумеется, граждане, призванные по мобилизации, соответственно, их супруги, их дети, и, как уже отметила Марина Николаевна, члены семей погибших, умерших ветеранов боевых действий. И здесь следует отметить, что региональный законодатель совместно с адвокатской палатой Кировской области очень чутко отслеживает те требования, которые возникают у населения в плане оказания юрпомощи, в плане ее получения. То есть расширение категории? Расширение, да. То есть тенденция идет к тому, что этот список расширяется каждый год и адаптируется именно под явные нужды населения. То есть если ранее вспыхнувшая, скажем так, такая волна, связанная с пострадавшими дольщиками в Кирове со строительством жилья... Она вынудила власть отреагировать, да? Совершенно верно, да. И адвокаты здесь также подключились и, разумеется, в силу своих возможностей и всех ресурсов помогали консультациями, составлением документов и, соответственно, представлением интересов в судах. А там достаточно сложная категория, учитывая, что все это провоцируется в дела о банкротстве. И простому гражданину очень сложно разобраться с тем, что же делать, чтобы получить эту квартиру в недострой. Если в дальнейшем уже взять мобилизацию, то здесь, как и Марина Николаевна отмечала, также остро отреагировали сразу же и, буквально не дожидаясь внесения именно законодательных правок, открыли горячую линию, открыли, соответственно, все возможные свои ресурсы, как онлайн, как оффлайн, то есть чтобы люди обращались. 24 октября 2022 года у нас началась работа по этой категории. Да, то есть буквально сразу... Мы помним, частичная мобилизация была в сентябре, 22-го, и вы буквально уже по горячим следам. Да, и адвокатская палата, сразу проанализировав ситуацию, то законодательство, которое было на тот момент, вот в том состоянии, сразу же отреагировали в той части, что всем, абсолютно всем членам семей мобилизованных, ну, разумеется, что большинство составов это члены семей стали обращаться, потому что мобилизованные выполняли свои задачи уже в местах дислокации, стали помогать, консультации. А круг вопросов вот именно от этой категории, он какой, с чем там были связаны основные запросы? Ну, если говорить о начале оказания такой помощи, то он был достаточно общий, то есть какие гарантии, какие гарантии как у члена семьи, так и у мобилизованного, что делать с какими-либо там судебными спорами, которые могли находиться в тот момент. В процессе. В процессе, да, у этого мобилизованного либо члена семьи. То есть, что полагается, какие выплаты, они достаточно такие были общие, скажем так, ну, может быть, в силу того, что тогда законодатель стремительно пытался все урегулировать, но все же некоторые пробелы имели место быть, это естественно. Ну, мы понимаем, это большая, серьезная сфера, на стройку которой нужно потратить много сил. Проработать, да. Мобилизованным интересуются здесь как сами мобилизованные, если у них есть такая возможность, так и, соответственно, их семьи, их родственники. Их семьи, конечно, да. Возникают и такие даже ситуации, когда мобилизованный, допустим, осуществлял содержание уже посредством элементных обязательств своих детей, да, и здесь интересуются мамы этих детишек, то есть каким образом они получили содержание ребенка, да, потому что это тоже очень важно для нее, как для человека, содержащего общего ребенка. Нужно немножко вспомнить? Да, да, пожалуйста. Извини, Артем, перебиваю. Здесь, в общем, речь идет о том, что изначально в исполнительном производстве служба приставов принимала заявление о приостановлении исполнительных производств, в том числе и по элементным обязательствам. Ну, слушайте, это же ситуация такая достаточно нежелательная. Конечно. Я говорю, а на что они должны жить? Если мама находится в декретном отпуске, алименты, по сути, были единственным источником существования семьи. И, слава богу, что российский законодатель быстро среагировал, внесли изменения в исполнительное производство, и все обязательства алиментные и обязательства, касающиеся выплаты по случаю потери кормильца, там, по случаю вреда, причиненного здоровью, они остались в силе. То есть на эти категории не стало распространяться приостановление исполнительного производства. Вот это вот очень хороший момент, потому что сначала, конечно, было тревожно, на что будут жить семьи, если алиментные обязательства в том числе приостанавливаются. Ну, еще хочу немножко сказать, что вот Артем начал говорить о категориях. Если говорить по 324-му федеральному закону, там статья 20-я, во-первых, в первой части предусматривает категории, кому положено получать бесплатную помощь, а в части 2-й предусматривает случаи, в каких эти вот первая категория, в первой части, которая оказана, может получить эту помощь, то наш закон Кировской области, он гораздо лояльней. То есть у нас, помимо вот этой категории, которая в первой части 324-й закона статьи 20-й находится, у нас дополнительно на сегодняшний день 12 категорий нашей ФЗ-607. Плюсом к федеральному закону. Плюсом к федеральному. И мало того, что у нас нет такого вот разграничения, по каким случаям могут обратиться, мы оказываем бесплатную юридическую помощь по всем случаям, за исключением вопросов предпринимательской деятельности. Это все-таки уже коммерция. Да. То есть у нас полное сопровождение. Мы консультируем, мы пишем исковые заявления, мы ходим с ними в процессы, потому что понятно, что человек, который вообще не касался никогда юриспруденции, даже если ты ему разъяснишь, как оно должно быть, да и что надо делать, то он сам не сможет ни исковое заявление составить, ни запрос какой-то там составить, если он нужен. И в суд понятно, что он может сходить, но что надо делать в суде, как себя вести, какие ходатайства заявлять, какие вопросы задавать, да, противоположной стороне, он тоже ведь не знает. Поэтому в этом плане наш закон, вот, я очень рада, что законодатель нас тогда услышал и пошел на встречу, что он вот в таком виде на сегодняшний день существует. И что реально нас слышат, и если мы говорим о том, что детей вот до 14 лет, у нас неполные семьи были, мы сопровождали до 14 лет, пока детки, да, инвалиды до 18, то сейчас готовится проект, по которому будут, в общем-то, до 18 лет все категории неполных семей. Порядок обращения за бесплатной юридической помощью, в чем он заключается? Тут в каждом случае он разный или есть какие-то общие подходы? Ну нет, здесь, в принципе, человек пришел на консультацию к адвокату, и адвокат уже определяется, что если это все-таки человек, который подпадает, он должен иметь документ, который подтверждает, причем у нас еще упрощенный порядок предоставления документов. Во-первых, если в российском законе величина прожиточного минимума, да, установлена, то у нас двукратный размер величины прожиточного минимума. То есть, когда мы начали оказывать помощь, мы поняли, что люди на 2-3 рубля имеют больше, чем величина прожиточного, и все, они уже отсекаются. Поэтому у нас сделано двукратный размер, то есть народ более, так сказать, обеспечен в плане оказания бесплатки. И здесь получается, что если к нам пришли и увидели, что ветеран боевых действий, вот в нашем законе ветераны боевых, неполные семьи, многодетные семьи, неработающие пенсионеры, обманутые дольщики, предпенсионный возраст, это чаще всего касается учителей и врачей, которые имеют право на льгутную пенсию, и им зачастую пенсионные отказывают, и эти споры часто выигрываются, потому что пенсионные, ну, государево око, и оно блюдет бюджет. А реально люди имеют право, и поэтому судебные споры выигрываются и назначаются этих. И вот эти три последних категории, которые появились сейчас, 13 июня этого года, внесли изменения в 324-й, 225-м федеральным законом вносятся изменения, и там более, так сказать, подробно расшифрованы категории, то есть если у нас просто были мобилизованные контрактники и добровольцы по нашему ЗО 607-му, то сейчас федеральные более конкретно расшифровывают, то есть там и включаются новые присоединенные области, то есть это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, то есть там более расширенный перечень. И поэтому сейчас тоже проект готовится убирать вот эти категории из закона, чтобы не дублировать, но всё, что касается льгот и то, что мы оказывали полное сопровождение, мы также будем оказывать. То есть мы будем видеть этот перечень в 324-м, более подробный, то есть у нас расширится круг лиц, которые имеют право обратиться. А перечень вопросов у нас не уменьшится, потому что оставили в том же объёме, который у нас предусмотрен по 607-му. Про мобилизованных, про военнослужащих немножко поговорили. Если коснуться других категорий, какие вопросы чаще всего сейчас приходится адвокатам решать в рамках бесплатной юридической помощи? Ну, очень часто. Вот самые распространённые, да, примеры. Жильё, споры по жилью. Очень много сейчас споров по земельным участкам, потому что у нас там и с межеванием беда, и вообще очень много вопросов, особенно вот по тем деревням, которые заброшены. Там часто ни кадастрового учёта нет. И приходится вот запускать, да, всю эту процедуру очень долго и сложную. Да, там механизм такой, что человек, который не юрист, он не сможет, потому что у нас даже не все наши адвокаты занимаются этими вопросами, а есть те, кто специализируется на этом. Вот. И там очень много вопросов по коммуналке. Если честно, я сама спорю по коммуналке, по вывозу ТБО. Но очень много вопросов возникает по поводу установления инвалидности, степени утраты трудоспособности, потому что... Тут в этой сфере, если не ошибаюсь, недавно изменения произошли. В том числе, да. И недопонимание у многих возникло, да. Установлены были на федеральном уровне критерии в состоянии здоровья к состоянию пограничному с инвалидностью. И эти критерии, они затруднили многим гражданам получить ту группу инвалидности, которую они видят для себя. Соответственно, здесь, конечно, и граждане пожилого возраста, и граждане среднего возраста, молодого. То есть тут обширная категория. Если говорить о 2022 году, то более 3000 консультаций в этом направлении было дано адвокатами. И, соответственно, более 790 документов процессуального характера составлено в суд, ну и, естественно, сопровождены такие граждане в судах. Это, опять же, вопросы установления инвалидности, вопросы оспаривания органов, принявших решение об отказе в установлении инвалидности. И здесь все-таки... Медико-социальная экспертиза. Совершенно верно. Да-да-да-да. И здесь все же надо отметить позитивную судебную тенденцию. Суды слышат адвокатов и лиц, претендующих на получение категории инвалидности либо степени утраты трудоспособности. Естественно, через процессуальное поле, через экспертизы, но все же гражданам в этом вопросе достаточно очень сильно помогаем установить и получить соответствующие льготы, потому что для них это очень важно. Сталкиваетесь ли вы с ситуациями, когда человек прибегал к услугам других юристов, адвокатов, и такого там наделали, наворотили, как говорится, что приходится устранять ошибки, да? Бывают такие случаи? Чаще всего не после адвоката. Да? Да, конечно, бывает. Но тут без этого совершенно ни один, я думаю, адвокат, ни один наш коллега не скажет о том, что такого никогда не было. Конечно, бывает. Здесь следует отметить, что все-таки, к сожалению, как бы нам не хотелось, но после частнопрактикующих юристов такое возникает. Когда действительно в силу каких-то определенных причин гражданин пошел не по тому пути, выполнил не то, что нужно было бы, да, потому что ему посоветовали. И, соответственно, мы, конечно же, в условиях того, что мы имеем, выруливаем, как можем эту ситуацию. И, опять же, не столько хвалить адвокатов, сколько констатировать, что тенденция, что все-таки выравниваем ситуацию с гражданином и видим тот результат, который должен был быть, но ошибочно не был достигнут. Мне всегда казалось, что принцип основной работы адвоката можно сравнить с врачом. Не навреди. Главное, не навредить. Да. И видите, если адвокат окажет некачественную помощь, он за это будет наказан. Если доверитель написал недоволен, то будет квалифкомиссия разбираться. Если действительно не оказана помощь или оказана не в том объеме, который был оговорен в соглашении, либо если это по назначению, то со слов доверителя, что ему не оказано реально. Если, допустим, апелляционная жалоба не написана, он хотел написать, адвокат не написал, и нет никакого письменного доказательства о том, что не хотел доверитель писать, значит, адвокат будет за это наказан. А частно практикующие нет. Мне иногда тоже звонят и говорят, вот ваш адвокат такой взял деньги и скрывается на звонке, не отвечает. Прошу назвать фамилию. А фамилия-то не адвоката. А куда обращаться? А обращаться некуда, потому что у нас этот сектор вообще никто не курирует. Вот это вот тоже большая проблема. Как вы оцениваете уровень информированности жителей нашего региона о том, что им полагается бесплатная адвокатская помощь? Бывают такие ситуации, когда приходят люди и говорят, ой, а я не знал, а тут вот случайно кто-то подсказал, и я пришел. Я действительно могу получить? Бывают, бывают, да. Особенно, когда мы начинали в 2011 году, нам давали больше 2 миллионов сразу на оказание бесплатной помощи, но мы их не осваивали, потому что информированности не было. В 2016 году появилось постановление о правительстве, которое обязало все органы, которые взаимодействуют и которые работают на территории Кировской области и государственные, и муниципальные, информировать население о том, что есть бесплатная помощь. После этого, в общем-то, работа сдвинулась с места, и сейчас все государственные структуры в рамках своих компетенций оказывают, консультируют по своим вопросам, оказывают эту бесплатную помощь. И мы на каждый раз, общественная палата на гражданском форуме, мы обязательно поднимаем вопросы оказания бесплатной помощи, сравниваем, какие-то моменты у нас возникают. Это та тема, которая никогда не иссякнет, потому что новые ситуации появляются, новые случаи появляются. И у нас, если с 2011 года адвокатом компенсация и индексация не проводилась, то есть мы по минимальным расценкам работали, два года мы на форуме поднимали этот вопрос, нас все поддержали к правительству. Обратились к правительству о том, что надо все-таки индексацию провести. И вот год назад нам все-таки эту индексацию сделали, и сейчас, в общем-то, более-менее достойно, по крайней мере. Не три рубля платят за то, что адвокат проконсультировал. Адвокатская помощь в удаленной местности. Вот вы знаете, сейчас все идет тенденция о том, что надо создавать госюрбюро. Суть-то в том, что в областном центре, в районных центрах юристов достаточно. Там есть и прокуратура, и суды есть, и адвокаты есть, нотариусы есть, которые реально могут проконсультировать, оказать помощь. А речь идет о том, что в самые дальние, даже не районы, а села, деревни. Небольшие населенные пункты. Да, населенные пункты, которые в области есть. Раньше мы практиковали выезд десантов таких, с юрклиниками вузов, нотариусы, адвокаты, служба приставов. Ну, вот все структуры выезжали, причем не в районный центр, а именно в отдаленные населенные пункты. И там проводили консультацию, потому что у нас либо транспортного сообщения нет, либо нет людей денег выехать просто в районный центр. Вот это реальная помощь. А то, что госюрбюро создадут, да, сейчас у нас по количеству населения на область положено 8 человек с водителем. Я смеюсь, берите, говорю, водителя с юридическим образованием. Вот представьте, если нас 292, которые в списке сейчас оказывают помощь, плюс это только адвокаты, нотариусы оказывают, каждая структура оказывает, что эти 8 человек, реально могут сделать. Ну, конечно, как в море, как говорится. Да, это только устное консультирование. А дальше соглашение с адвокатской палатой, и опять адвокаты подключают сысковые заявления, сопровождение в судах и так далее. То есть, если сегодня из бюджета тратится, ну, грубо говоря, 3 миллиона, пусть 3,5, да, если вот у нас новые категории появились, там добавится сумма. Но нас слышат, и обычно корректировку в бюджет вносят, если нам не хватает средств. То 40 миллионов на содержание вот этого госюрбюро ежегодно, и плюс еще на адвокатов, я думаю, для областного бюджета-то это не есть хорошо. Но, тем не менее, вот эта тенденция имеет место быть, и я так думаю, что и наше правительство тоже заставит в конечном итоге создать вот эти госюрбюро. Ну, и ближе уже к завершению нашей беседы, времени практически уже не остается. Еще раз давайте напомним слушателям, куда, собственно, приходить, приезжать, узнавать в подробностях, положена им бесплатная юридическая помощь, не положена, к каким ресурсам обращаться? Вот как раз таки по этому поводу Адвокатская палата Кировской области много внимания уделяют. Во-первых, в первую очередь наш сайт, где доносим всю информацию до населения. Сайт Адвокатской палаты Кировской области. Сайт Адвокатской палаты Кировской области, да, он доступен во всех поисковиках с любых устройств, и там мы доносим максимально удобоваримо вот всю эту информацию. То есть, кто имеет право, какие категории, какие льготы на данный момент актуальны, чем может воспользоваться, куда обратиться. Самое главное, мы публикуем все графики, где наши адвокаты, в какой день, в какое время будут находиться. То есть, это и МФЦ, и Фонд защитников Отечества, с которым... Мы все мы тоже заключили соглашение. Да, вот сейчас та организация, которая занимается узко вопросами мобилизованных, вопросами контрактников, Адвокатская палата заключила буквально чуть... Да, то есть, чуть больше месяца назад заключила соглашение, уже адвокаты на местах, там в Фонде защитника Отечества подключились, активно консультируют. Камсамульская 10, там тоже есть адвокат, который консультирует. И вот за срок чуть больше месяца уже более 40 лицам оказана юридическая помощь. То есть, очень активно включились, и, как говорится, времени на раскачку у нас тоже не было в этой ситуации. Все графики мы публикуем на сайте, причем публикуем их сразу с сотовыми телефонами адвокатов. Прямую связь. Конечно, конечно, чтобы не было эффекта закрытых дверей от населения, что мы вот недоступны, что до нас не дозвониться, не дописаться. Нет, все доступны, все, пожалуйста. Марина Николаевна, как президент, отвечает на все звонки населению, гражданам по поводу адвокатов их работы и по поводу прямых вопросов относительно законодательства. Поэтому здесь все открыто. Ну и следует отметить, что, конечно, госорганы наши, они всю эту информацию также публикуют. И, в общем-то, сейчас действительно в информационном поле это очень все широко расписано, открыто, доступно с телефонами и прочее. Стоит лишь только поинтересоваться, да? Да, конечно. Усилий много прилагать не нужно. Володя, я реально говорю, что у меня мой телефон дан как телефон горячей линии. Я когда полпятого мне позвонили в первый день, я была немножко в шоке. Но потом уже привыкла к этим звонкам. Либо, если успеваю и могу проконсультировать, консультирую сама, либо перенаправляю на Ольгу Юрьевну, и она уже на адвокатов, кто реально может принять и оказать помощь. Ну что ж, удачи вам, сил, да, заниматься этой деятельностью, благодарных людей, которым вы действительно оказали помощь. Благодарю Марину Копырину, президент адвокатской палаты Кировской области, и Артем Смертин, член Совета адвокатской палаты нашего региона. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Спасибо.